В двух детских садах Магнитогорска появились младенческие группы. Ребятишек можно оставлять в них с двухмесячного возраста. Об этом сегодня доложила на очередном аппаратном совещании в администрации начальник управления образования Наталья Сафонова. Какие еще темы обсуждались на совещании, расскажем далее. Глава города Сергей Бердников принимает участие в работе правительства Челябинской области. В его отсутствие совещание провел Виктор Нижегородцев. О работе акционерного общества «Горэлектросеть» в первом полугодии докладывал директор предприятия Андрей Безбородов. В частности, он рассказал о ремонтных работах. В рамках исполнения муниципального контракта с администрацией города в 2015 году ведется текущий ремонт линии наружного освещения следующих объемов. Замена проводов в лэп 0,4 талавольта 52,5 километра, замена светильников 1150 штук, замена удерживающих конструкций, опор, консолей и так далее 510 штук. 132 детских сада, 62 школы и 5 учреждений дополнительного образования откроют двери 1 сентября. В них будут обучаться и воспитываться 79 820 человек, почти на полторы тысячи больше, чем в прошлом учебном году. Вновь приняты в детские сады 5847 дошкольников, их число увеличилось на 482 человека. Впервые за школьные парты сядут 5800 человек. Столько же первоклассников было и в прошлом году. Впервые в городе в рамках государственной программы поддержки развития дошкольного образования в Челябинской области на 15-25 годы и муниципальной программы развития и образования созданы места для детей в возрасте от двух месяцев до одного года в детских садах номер 93 и 142. В группах созданы комфортные условия, соответствующие современным требованиям для младенцев. Контроль соблюдения в городе правил благоустройства осуществляет Управление охраны окружающей среды и экологического контроля. Нарушения выявляются разные, например, несоблюдение сроков земляных работ либо проведение таковых без соответствующих разрешающих документов. Также не прекращается борьба экологов с любителями парковаться на газонах, уничтожать зеленые насаждения и оставлять мусор в неположенных местах. Так, в рамках исполнения муниципального контракта по ликвидации несанкционированных свалок в сегодняшний день наведен порядок на восьми территориях города. На Магнитогорскую левобережную свалку выведено более 1400 кубических метров отхода с этих территорий. Кроме этого, продолжаются мероприятия по уборке свалок силами МВУ ДСУ. Виктор Нижегородцев напомнил собравшимся о том, что с 14 октября наша область переходит с аналогового на цифровое телевещание и оно должно быть доступно всем жителям города. Я обращаюсь здесь к управлению жилищно-коммунального хозяйства, к главам администрации. Мы должны еще и еще раз дойти до каждого жителя города Магнитогорска. У нас есть сегодня силы и возможности для того, что кто не сможет сам подключиться к цифровому телевидению, оказать помощь в ее подключении. Андрей Рыжков, Георгий Бадаев, телекомпания ТВИН.